До мира еще далеко и неравнодушные украинцы как могут поддерживать тех, кто воюет на передовой. О том, как клуб «Динамо Киев» помогает атошникам и о том, чего ждать от клуба в этом году, юбилейном для «Динамо» дали в материале. Мобильный госпиталь для бойцов. Его футбольный клуб «Динамо» вместе с волонтерами купил еще в начале АТО. Часть оборудования специально заказывали в Америке. «Динамовцы» регулярно отправляют на передовую гуманитарку, одежду, лекарства, оборудование. На днях в Киевский военный госпиталь с фронта привезли тяжело раненых военных. Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова. Одним из первых помочь бойцам вызвался клуб «Динамо». Не просто там частично или там это что-то передали, что-то не передали. Мы полностью по списку, мы с ней связались по списку. Все, что было написано, мы все передадим сегодня в госпиталь, чтобы наши воины чувствовали себя, что они нужны и после того, что они попали на больничную койку. Почему? Потому что если мы не будем заботиться о тех, кто отдает свои жизни, то у нас ничего в дальнейшем в стране не будет. Помогают белосини ветеранам и с адаптацией в мирных условиях. А во время матча «Динамо-Борскла» футболисты провели акцию. В поддержку бойцов игроки вышли на церемонию в футболках с эмблемой Федерации футбола участников АТО. Клуб сотрудничает с военной лигой не один год. Для турнира «Кубок-герой» в АТО «Динамовцы» предоставили и тренировочную базу, и поле. Чтобы ребята чувствовали, что они нужны, было достаточно много зрителей. И были памятные подарки, призы. Лучшему игроку, как в большом футболе, вручались призы, вручались призы за лучшего игрока, лучшего вратаря. И ребятам это очень нравилось. И я сказал, что в дальнейшем, если такой турнир будет проводиться дальше, он проводится под эгидой Федерации АТО, если он будет проводиться, наш стадион, наш манеж в их распоряжении. В рамках празднования 90-летнего юбилея основной состав «Динамо» встретился в товарищеской игре с победителем турнира «Кубок-героев АТО». А на днях «Белосини» провели матч памяти легенд «Динамо». На поле вышли ветераны клуба – Алексей Михаличенко, Александр Хацкевич, Олег Лужный, Максим Шацких. Им противостояла команда фан-клуба. Проводить мероприятие в честь юбилея «Динамо» будет в течение всего года. А значит, впереди много сюрпризов. Мы приняли решение, что, продав Андрея Ермоленко, договорившись с Боруссией Дортмунд о том, что мы проведем товарищеский матч, где Андрей Ермоленко выйдет в составе одной и второй команды, у нас есть великий футболист, я считаю, великий «Динамо» Саша Шавковский, которого мы еще не проводили. Вот мы, может быть, объединим эти вещи и сделаем, поставим финальную точку в 90-летии клуба «Киевского Динамо» и будем продолжать работать и идти к нашему столетию. Когда пройдет товарищеский матч «Динамо-Боруссия» еще неизвестно. Президент клуба не исключает, игра может состояться после финала чемпионата мира перед началом нового футбольного сезона. Александр Васильченко, Алексей Шматов. Подробности недели. Телеканал Интер.